Владислав Что, он потонул немного? Только мы с конем по полю идем Ребята, сегодня минус на улице С утра решили, вы видите, пар идет, погреться, руки погреть В общем, Weber гриль подогнали ребятки из Красноярска Я ссылку в ниже напишу И можно на гриль Weber погреть руки И заодно приготовить Все просто, газ, баллон продается в любом магазине Включили, выключили, зажгли Все, можно греть руки А также можно и готовить еду Сейчас попробуем баранингу сготовить на этом гриле Вот такая тефалевая крышечка Как видите, у меня конфисковали его Нордстарт, спасибо большое Привет тебе Пригодится он в ТВ, надеюсь Сейчас пожарим мясо Ждем температуры Плохо, что тут датчика температуры нет Я думал, он тут есть Это капуто чистить, где стрелка И убираешь, потом шотку избираешь А это Вот это все Убираешь, убираешь Обувь одевать Убивали Лошка У лошади нет ложки Обувь одевать Вот это потом Шотку надо Все Убрать Это пот надо снять После срачки Вот так А если не снимешь Замерзнут? Если не снимешь, надо снять Обычай надо снять Там, ты видишь, вот это Там грязь Соль Все, надо его снять Потом чуть-чуть просучится Вот этот Вот так он, ребята Это он не городские лошадки Ну что, температура По-моему, достаточная Посмотрим На таком гриле я неравни не готовил Я повторюсь, плохо, что здесь датчика нету Был бы датчик, можно было температурой регулировать А так все на руках Ну, в принципе, все прикольно Слышите Как мяско шкварчит Вот оно Баранинка Почти готово Будем медиум раз делать Ах, с утра мясо Кто ест мясо с утра? Я ем мясо с утра Тывинцы едят мясо с утра Или долган Сейчас будем мы есть баранин Доброе утро Страна вставать Страна огромная А еще у нас сегодня Такая красота ночью Минус Был Как вам? Линейка Второклассника Да, как линейка второклассника Квадратики, да Ну что, ребята Вот мой конь Сегодня я участвую В соревнованиях Саян мне дал своего коня Надеюсь, хотя бы Какое-то место Второе, третье С конца займу Потому что соревноваться С тывинскими ребятами Очень тяжело Они родились в седле После соревнований За δу Следующий Я конечно же пошутил Как я могу соревноваться с пастеринскими ребятами Да это нереально Мне с детства в седле И просто фигачат На все деньги Я так не умею Поэтому я просто выйду с зрителем Я пошутил Первое место будет лошадь За второе баран За третий баран Второй, четвертый казак За пятое Деньги там Сколько? Четыре-пять Первое место Деньги даешь судье Выбираешь место себе Все решаю я Первое место Две лошади Одну тебе обратно отдают А две отдаешь судье Я готовлюсь Скачка Скачать буду Конь Я передумал Конь Мой вороной Скачет По степи Долой Город я забыл совсем Я в тебе В тебе остался Насовсем Тут такой стих Брат Запомни его Приезжай Пусть и рассказывай Приезжай Я остался Насовсем Скачать 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 Саяна Хонь будет сегодня в соревнованиях участвовать. Боевой Хонь. Боевой. Красавец. А вот здесь родовое клеймо. Буква С. Если вы видите конец буква С, это значит Саяна. Ты готов? Готов. Что, всех порвешь? Да, порву. Правильно. Хороший настрой. Сейчас идет регистрация, проверяют всех лошадей, зубы, возраст, как вчера Саяна рассказывал. Сейчас лошади выстраиваются, это называется клетка, они сейчас в клетке, потом клетка открывается. А что, ребята, вот здесь уже все готовы, выстроились. Где твой лошадь, Саня? Какой? Белый? На кого поставить? На белый поставить? Нет. А на белый? На белый поставить? На какой поставить? Выбирай сам выбирай. Давай. А вот смотри. Какой тебе смотришь? Вот этот. На красном? На красном удичке? Да, да, да. Ну все, давай. На красном удичке. Ну все, давай. На красном удичке. Можно вот так ехать и смотреть, как ребята едут. Короче, напряжение накаляю, например, в ботин. Ну что, ребята, мы на финише. Четвертая. Четвертая моя лошадь пришла. Я почти победил. Вот пятая идет. КОНЕЦ КОНЕЦ Я очень удивился. Вот парень, который, на которого я ставил, он по-русски разговаривать вообще не может. То есть я-то думал наоборот, тывинская национальность исчезает, а она процветать должна, потому что парень, живущий в поселке, где население 1000-2000 человек, он не умеет разговаривать по-русски. Он разговаривает по-тывински. То есть это и хорошо, и плохо. С другой стороны, он на родине, и он не забывает свой родной язык. Это огромный плюс. Респект. Ну что, вот и прошли скачки. Они очень были динамичные, очень необычные. Стар скачек, и просто сотни людей прыгают в машину, и все как на конях едут за конями. Везде пыль, суета, крик, шуб, но вообще адреналин зашкаливал. Было интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты даже если весишь 60 килограмм, ты будешь бороться в абсолютке со 120-ю. И правило касания трех точек. То есть если ты упал на руку, на задницу или на лопатки, ты все проиграл. Здесь на выбывание по круговой системе сразу проиграл, до свидания, выиграл, прошел дальше. Все просто. Национальная борьба. Пошагали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так сказать, большая родня. Нас очень много. Субтитры сделал DimaTorzok В 2007 году силами, вот, нашими, своими силами, мы вкладывали и деньги, и кто чем может, короче, и едой тувинской, и все-все. И здесь, вы, наверное, знаете, да, как фибургант строится. Не просто строение какое-то, а внутри заложено там вот наши родственные какие-то... Ценности. Ценности, да. Ну, не слишком, конечно, ценностей сейчас как таковых нету, но все... То, что вам дорого. Да, 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 вот это заложили. И кроме того, там еда, пища туинская, белая там, это тоже, как бы, ну, и... Конечно, построить это очень трудно. Надо заплатить еще здесь и строителям, чтобы они... И, как попало, тоже не строят там, обязательно указывают, в какой местности вот этот супруган надо строить. В каком месте, как место определяется? Да, да, да. А ламы, вот эти... Они подсказывают? Да, они смотрят, подсказывают, шаманы тоже смотрят. Вот здесь вот, ну, можно построить или нет. И вот так и строят. А супруган вообще на значение его? Ну, это, ну, в советское время, как вы знаете, вообще таких супруганов не было. А сейчас везде, да? Да. Как вы заметили, да, наверное. Это, как бы, вот это место, которое оберегает вот это место. Вот это место. Ну, в смысле, строение, которое оберегает вот это место. Дает силу. Да. Талисман. Дает силу. Если какое-то большое мероприятие, как сегодня у нас, да, намечается, все приходят. Вот это именно мы построили, вот наши родственники, поэтому приходят. Ну, конечно, не только, не все же такие богатые, да, и где-то там много родственников имеют. Есть простые люди, у кого они только... Но они тоже могут прийти. Да, они могут тоже прийти. Ну, здесь есть традиция, три раза нужно обойти. Да, да, да. И оставить какую-то частичку себя. Да, да. Нет, ну себя как это себя. Ну, я имею от себя, от себя. Да. Здесь можно оставить и... Ну, копейки. Денежку, иду. Да, копейки. Но такие какие-то, вот эти тоже нельзя. Некоторые думают, что можно оставлять там, я не знаю, какие-то, ну, из пластмасса там что-то. Да, ну, это вообще нельзя, если оставлять там, из спроса там, или куда-то так. КОНЕЦ КОНЕЦ Моего родственницы, лошадь, из Иргара называется. Его хозяин, Сан-Тангма, Соян, был председателем, хорошим человеком. В те времена 30-х, репрессии пошли. Его раз, потом в лагерь, и заодно еще лошадь его забрали. И лошадь потом, он козыли в военной части, в комнате его лошадя. Расстреляли? Оставили, а он оттуда бежал, лошадь. И просто он в свободном выпасе у себя на родине, когда тут ходил на поле. Они отправили, чтобы стрелить. Ну, то есть его репрессировали, и сюда позвонили, сказали лошадь тоже репрессировать. Ну, или написали письмо. Тоже застрелить, и сказали. Потом лошадь, они... А лошадь тут причем? Да. Мы тоже так думаем, но все равно, видите, в те времена они что-то лошадь застреляли. И до сих пор... Здесь памятник есть? Памятник лагерки стоит. Вот стела. И там на перевале тоже есть стела. Лошади, да? Этого же лошади. И поэтому, видите, ну, лошадь, даже как человек, репрессированный был. А вот, кстати, этот памятник слава скакуну Альдар. Вот такая тупая история в Советском Союзе произошла. Вот это памятник в честь нашего самого быстрого скакуна Эйзиркара. Ну, он, короче, самый быстрый был. До сих пор, до сегодняшнего дня, его рекорд ни одна лошадь не сделал. До сегодняшнего дня. Это последний рекорд у него в 1938 году был. А в 1939 году его за контур, контур революции, да, сделали его, ну... Ну, хозяин его, его, ну, репрессированный. Репрессированный. Вот этот контур был репрессированный. В 1938 году он рекорд поставил. Но до сих пор это рекорд ни одной лошади не делает. Эйзиркара, его кличка. Он родом... Альдар. Альдар это в переводе, вот, Слава Скакуну. А, Слава Скакуну. Его родное село, вот, где мы в мост приезжали там, Агерик, вот, оттуда. Эйзиркара. Вот, Эйзир, это орел. Черный орел. Похож на черного орла было. Вот орел, вот он. А вот это, это, понятие вот этого, как будто он, как будто он своего тень, тень, тень оставит. Я бы догнал. Обогнал, типа, вот так. Ну, вот, тень оставляет, то такое быстро, можно тень оставить. Такую скорость у него, типа, вот. Ну, поняли, да? Поздравляем молодых. Эки. И, свадьба, ужок. Меня зовут Александр, приехал я из Красноярска в гости, вот, к друзьям. Очень мне нравится здесь, мы снимаем фильм о Туве, о настоящей жизни, о скачках, о лошадях, о хороших людях. Вот, а молодоженам хотелось бы пожелать счастья, здоровья, долголетия и, как говорится, умереть в один день. Сегодня ночью будет минус пять, и в юрте, я вам скажу, ну, как бы так, не очень тепло. Ну, потому что надо постоянно подогревать печку. А этим никто не занимается, все спят. Поэтому вот такое одеяльце и сверху спальник. Что такое, ничего не пойму, кто там? А-а-а. О! А-а-а. Саян, ты что ты делаешь? Я вас охранял. Я? Ха-ха-ха-ха. Нормально, мы так-то уже спим, а он сидит и охраняет нас. Ну что, доброе утро. Как ты просыпаешься в юрте, да вот так. Саян открыл Оно, и сразу поступил свет и тепло. И ты автоматически уже просыпаешься. Ну что, мы утром готовим национальный тывинский суп. Здесь у нас баранина и твердая лапша. Лапша приготовлена по-тывински. Не знаю как, но она тывинская. Саян, к маме подошел. Говорит, головы есть что? Ага. Она говорит, мы не пользуемся. А? Ничего, говорит, нету. Мы не болеем. Нет. Таки. Вот так. А мы городские ходим. Газова болит, дай таблетку. Вот этот озон чистый, шурмакский. Достаточно. Огулялся. Свежий воздух. Все, пошел гулять. Все. Ей, надо кушать? Все. Едем на двенашке. Да, мы едем. Древняя столица Тугоя. Сыноха Магандай. За нашими. Сегодня поедем в тайгу, да? Тайгу наверхам тайгу. Девушки отдыхают. Редактор субтитров. Корректор субтитров. Корректор субтитров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот Саяна. Часть лошадей, буква С у них хорошо видна клеймо. Вот, смотри, какие красоты. Красоты. Ну вот, ну что это, что это, видишь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДРУВЫЙ! 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 А, собака! ДРУВЫЙ! 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 ГОВОРИТСЯ ДРУВЫЙ! Я ботинки брак чичу от говна. Не говно, от навоза! От навоза, конский волос. Говно это от человека. ДРУВЫЙ! Хе-хе-хе. Он не говно. Это на волосы. Ой, да. Сейчас в тайгу поедешь, тебе совет. Рейси вообще, движения, не надо. Спокойно надо. Представляешь, мы в тайге отпустим коней. Как, где найдем. Вот это надо думать. Сейчас мы продолжаем грузить лошадей. Вот сейчас из одной машины в другую перегрузка будет. Ну и, получается, сегодня мы не успели в тайгу. Завтра утром поедем. Сейчас самое интересное, потому что в газель две лошади только вместилось, а нам нужно три. Ей одна лошадь сломала борт, поэтому сейчас газик загружается и лошади выгружаются. В общем, движуха. Пойдем посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, и завтра пошагаем в тайгу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну все, наконец-то мы добрались. Ночь, темно, прохладно. Разгружать будем сейчас коней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, готовимся. Седло, уздечки, комплектуем. Еще раз седлаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, сегодня погода нам пока не фартит. Мелкий дождь идет. Но надо поезжать. Вот мой конь стоит верный. Ушит травку. Пошагали собираться, что делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эки, эки. Это я поздоровался по-тавински. Сейчас надо подойти к лошади и уже начинать ее седлать. Надо подружиться с ней. Она меня не знает. Сейчас будет ругаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот первое дело сделано. Надо со своей лошадью дружить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что у нас началось? Путешествие конное. Экстремальное. Саян, брат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нормально? Нормально. Смотрите, какой лес красивый. Как опилки. Это листвяк. Это листвяк. Опадает уже осень. Очень красиво. Смотрите, какой редкий лес. Мы с моим верным другом идем. Шагаем вперед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Саян, слушай, а почему тылинских коней не подковывает? Постого большинства у нас нет. Ну, не только. У нас вообще нет, не могу сказать. Там в западных районах есть подков. В наших местах постоянно такие места. Там низких мало. Где наши пастбищи. Мы наборы вот эти все не лазим. Здесь в городе камни не лазим. У нас пастбищи, дороги все такие. И мало кто пользуется. Ну, можно сказать, вообще не пользуется подков. Да, плюс там чадан, в сторону туда пользуется. Там рельеф другой, да? Ну, рельеф, да, другой. Там санги, да, туда-куда. Вот твоя лошадь порода смесью, там, ну, с саянским черепсом. У нас они порода. Мать Туинская, а отец Тончак. А это чисто, видишь, кривастый. У него вот полоска в спине. Цвет такой, цвет кула называется. Вот именно в такой высоте. С таким волоской лошади, ближе к породу Биржевальского. Все Биржевальские породы, именно вот так, они в уме не бывают. Именно в такой окрас, вот это все, эта полоска, как будто вот эта. Ну, это же самая древняя порода. Да. Самая древняя. Музыка. 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 Фиксируется экраном, видеокамерой Sony Playstation , Shato Fight там или как там. Шон Кrilик. Шон Крюик. Шан Круик. Он в Туву пришел, женился, женился и тут живет горловой пенью, научился туинский язык, хорошо знает. Где, в каких краях, встретимся с тобою, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях, встретимся с тобою. Замечательно, давайте перевод на туинский. Шапка Соболя. Шапка Соболя у Сани. А у меня плата футарана. Все наоборот. Все вокруг. Природа одел свою самую красивую одежду. Красно-синий, красно-зеленый, желтый, окрас красивый. Владислав. Это моя студенческая песня. Владислав. Чего женский? Суденческий, говорю. Уши компотом промой, а. Компотом промой свое ухо. Владислав. Вот такие вот дела. Вот дорога лесовозов. Я когда-то возил лезть там. Отправляемся Таштымырк, Иртыш, Муюк и конечная остановка Брынь. Вот вам не квадроциклы, снегоходы, всякие мотоциклы и багги. Вот. Живой конь, остальное яйца. Брат, брат, брат. О, вот это да. Эки, как добрались? Молодцы, мы тоже. Нормально, машина едет. У нас лошади тоже идут. Ну как вы там? Нормально все? Доехали? Доехали. Мы вас ждали, ждали. Мы вас ждали? Нет, недавно приехали. У нас был привал, взяли сейчас тюки наши, загрузили лошадей и пошагали уже в избу. Идут. 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 Как же ты, кафе. Идут. 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 помогать, конь его завяз, трясиний. Так, как тут пройти-то? Тут уже надо аккуратно. Что, он потонул немного? Утонул немножко? Все, шагаем. Ох, конь мой боевой, конь мой боевой. Все, с тобой болото все прошли, красавчик. Тихоньку снег пошел. О, протресся. На самом деле, на конях неповторимое чувство. Это просто адреналин. Но адреналин не тот, который какой-то, который дает техника, а такой какой-то он живой адреналин, животное, как в древних времен. Ну что, братцы, мы на Эвбе. Я уже растопил огонек. Здесь будем спать, здесь будем есть. Ну и все, ребята, за водой пошагали, вон они идут. Вот в телефоне приложение есть. Мы за день прошли 29 862 лошадиных шагов. А это и есть 28,800 метров километров. 28 километров 800 метров. И потеряли мы с организма 2671 кал. То есть калорий типа. Короче, 29 километров мы шагнули. Да, 29 километров шагнули. Доброе утро. Готовим завтрак, чтобы были весь день у нас силы. Это очень важно. Ты где нужна сила. Без силы ты погибнешь здесь. Слушай, Саян, ну а в ТВ много кто умеет петь именно горловое пение? Ну, так профессионально они, конечно, там все, да. Ну все, почти все, ну, у них способность к этому горловому пению есть. Потому что от предков до суда по наследству, ну, мы как кочевой народ, да, по предкам, да. Они постоянно ходили за стадо барана, орали, кричали. За стадо баранов кричали. С природой общались, да? Там, например, стадо баран идет скепчиджи, да, мааа, типа стоп. Ну вот до этого все, там поет песни потом. Ну все это к этому идет. Но этно вот это приходит, ну видишь, тоже там, там они, они будут, они знают там кроме что это. И потихоньку они сами же вырабатывают свой голос, ну, с маленького области. Ну кто, например, ну, кучевой жизни, да, вот так. А кто, как, ну, в городе это, да, там они специальные крышки идут. У них тоже получается. Ну, то есть прививают, да, сбивают, да. Ну, как все действия там, да, в котелон, ну, за бараном, за стадо баран, когда пасешь, поешь песни, там, орешь, там. Ну, тут так, сюда остановитесь. Ну, все это все начинается. А в городе, ну, и такой, ну, например, если у людей нет, то способ, 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 что это... Кривычки нет. Ну да, это, например, там кто, в городе, кто будет паран-тости орать. Есть такие, просто они, у них, типа таких, кружки есть в городе. Уже творческая, что да, да. Все они учатся там, ну, там, быстро учатся. Ну, все равно есть. Вот так вот, да, хоть так вот так есть. Там бывает, там, Хэмий, Сэлот, Каргра, все разные виды. Много стилей, да, как петь. Да, стилей, там, Каргра, например, степной, горный, разделяется там, уроны, Хэмий, Сэлот. Ну, кто где, где человек больше преобладает в горах, значит, у него горный стиль. Степь, значит, степной, да, наверное, так. Там темп другой, типа, видишь, вот, тетрадь, ноту есть, песни, да. Там эта песня под такую ноту. Эта песня под такую ноту. Вот именно, Гаргра, так, Гаргра и Хоу Гаргра. Типа вот такого, два разных видов. Слушай же он, типа, когда слушаешься, как горнисты, вместо ты находишься себе. Правда, степной. Ну, типа прямой. Тону прямую я. Ну, типа степь, ветерок, тон такой будет. А горнук, там, жестко, типа, рок там. Вау, 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 вау. Ну, типа, вот так, вот так, вот так лишиться будет. Ну, основном, вот. Все. Таких пустых, петь с хозяев, местах надо все это, это все вытащить. Орать, кричать, петь. ПРАРАЦЫ Да, ПРАРАЦЫ Легко отпустишь, коня потеряешь. У меня вчера конь вырвался, Саяновский, и чуть ли мы его не потеряли, искали бы мы его далеко дома. Ты твой вон сутный? Да. Бора-бора. Вот это место, его недоступное место, когда чищешь, он кайф берет. Он сюда не достанет никак, а вот здесь ногами он делает, а вот с площадью вот такое место. Ааа, нравится. Нравится. Все, вчерашнее все надо выскребить. Напрекся вчера? Как? Когда у меня лошадь убежала. Я наоборот все это... Бежать же мог реально? Да, я вообще заметил, да, я вообще без движений стал, типа тихо. Вот это и есть резкие движения надо, вот так тихо-тихо подошел, вот это тихо, как будто я на месте стою, подошел, поймал. Ну мы бы его поймали все равно? Если там чуть-чуть резко, я там сделал бы там движение, он тук, 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 все, он уже понял, понимать начинает. Ага, я свободен. Он не успел вот так надуматься. Понять, не успел понять о свободе. В общем, сейчас стоян покажет, как правильно седлать лошадь. Для начала, чтобы оседлать, его надо вот здесь ходить. Вот, вот здесь поддеваем, надеваем. Для начала будет, ну-ка, это седло поставить. Все, попаду надо грамотно ставить. Грамотно будет, надо ставить. Ровно, да, на две стороны. Ровно надо ставить. Ну-ка, бора-бора. Бора-бора-бора. Так. Все, надо тут-тук, ломки брать и перекинуть надо. Все, ту сторону, та сторона. Вещи перекинуты. Вот это груз, самый главный. Твой груз будем завязывать. В машине типа багажник. Груз туда вверх. С этой стороны надо поправлять. Все ровно, ремень, не вкрутенку. И все. Первый. Первый ремень. Руковод. Патуинский колумб. Колумб. Это типа ремень подмышки. Видите, у него подмышки перележит. Все сгибло. Сейчас вторую. Вторую поймал. И сделал. Если тут длинный короткий, можно здесь укоротить. Удлинить. Это называется черем. Черем. Уполнительный ремешок. Будто, когда иногда лошади. Здесь ремень тянешь. Они кусаются. А для кусающих. Вот так надо дернуть. Вот. В ту сторону. Видишь. Дергать. И тянешь. Вот для чего нужно первый раз одеть ремешку. Кнут из красного специального куста. В таежнике, охотнике. Все таким кнутом идет. Именно красный. Есть случаи. Были. Бывает. Ну. Мифов. Даже не есть мифов. Без такого. Ну та. Идет. Бригада. Да. Типа. Ихни лошади. Где-то остановится. То есть. Нечистая сила их. Остановит. Именно этот. Вот таким деревом. Ну. Их выгоняет. Типа. Лошади своего там. Конкретно. Ударишь. Все отпускает. Ну. Не понял. Угу. Вот. Обязательно. Походим. Отправляемся в дорогу. Дорога нас ждет. Тайга нас ведет. Они дорогу знают. Мы просто отдыхаем. Мы просто отдыхаем. Ну. Ухим. Тайгаẫn честно конь это не конь на ипподроме он много знает про тайгу про лес про природу еще прожить много знает потому что мой конь ел 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 он знал что нам сегодня опять дорогу отдыхал набирался сил только мы сгонем по полю идем только мы сгонем по полю идем что ребята у нас сегодня марш бросок на 20-25 километров наша цель саянам сейчас сцена звуча офигенно короче ребята я уже еду монотонно побыстрее да бара 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 брат когда сын брат едем с красноярска как сам твой сынок сынок не ноет промышленно жопе такая молодежь нынче нытики силы воли нет все паспорт залом ходят ребята фитнес-тренеры давайте уже займитесь молодежью как-то прививайте силу воли характер пожестче там погоняйте плетки какие-нибудь возьмите заходы да да вот как постоянно тайга в луже покупалась по валялась жаркой тайгуша райдога Скромно обедаем, это лайт лизбургер, шпроты из Туевы Индии, колбаса и дай бог вода, вкусное, родниковое. Приятного аппетита, братва. Бора-бора как покручий квадроцикл. Если где-то не получается, то просто ты можешь следить на него и все. Бора-бора-бора. Приезжаем в летнюю стоянку, может кто-нибудь в ней увидит свою. Бора-бора-бора-бора. Всегда надо бы сходить с левой стороны. Бора-бора-бора. И вот сходить. Что тебе едет? Нужно возвращаться домой. Чтобы не ехать. В лошадях на пахту есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова